Так, 12 июля 2024 год. Ещё одна запись. Дело того стоит на сегодня. Ровно сейчас я узнал, что Россия наконец-то догнала и перегнала Америку. Люди, которые родились, как я, в Советском Союзе, пусть даже не за старшие Хрущёва и тем паче Ленина, всего лозунга «догоним и перегоним Америку». Жалко, старик не дожил, да? Так вот, в чём же перегнала? Сегодня я его сдал. Действительно, это того стоит. Сегодня я узнал, что Россия перегнала Америку в количестве трупов, которых она положила за два года этой масштабной войны. Ну, их за два с небольшим годом. С большим для себя. Есть такая медиазона и BBC. Это ресурс, который собирает поименно, с некрологами, с именными, фамилии, отчествами, званиями, обстоятельствами гибели. Исключительно россиян. Не считая, там, тех, кого они, блин, загнали под штыки, блин, нафиг, в ЛНР, так называемый, ДНР, там, не знаю, в Запорожье, они тут берут кого-то ещё, нет? То есть, исключительно россиян положили на 5 июля 2024 года по имён на список 58 220 человек. И это, блин, ребята, честно говоря, это ровно, вот там тоже просто, в Америке, во Вьетнаме, США положили за 10 лет войны 58 220 человек. Там сейчас разница, человек на 7 ещё по медиазоне отставали россияне, но учитывая, что это данные на 5 июля, а сегодня 12 июля, я уверен, что эта цифра уже давно переплюнута. Да, я думаю, таким рекордом стоит России похвастаться, потому что меня ещё больше удивило, что Америка потеряла, послушайте, пожалуйста, внимательно, вот это бабы ещё нарожают, послушайте меня, почему я воюю за то, чтобы эта сраная, вонючая, поганая рашка никогда больше не рулила ни Киевом, ни Украиной, ни моими потомками, там, в десятом колене. Так вот, начиная с 1945 года, во Второй мировой войне, там, США потеряли около 400 тысяч человек, когда Россия, не будем брать, там, 25 миллионов, 50 миллионов. Начиная со Второй мировой войны, воюя за Северную, против Северной Кореи, Соединённые Штаты потеряли 36 тысяч человек. Я смотрел на англоязычные источники, не вонючая, а то, блин, расистскую Википедию, а англоязычные источники, то есть там, где они там поминают своих, там, всё такое, то есть я на английском это читал, 36 тысяч погибших, учитывая и в битве, и кажелтесь там, которые сопутствующие, 36 тысяч. 58, это тех, которые погибли во Вьетнаме, самая массовая потеря после Второй мировой войны, в битве у американцев. То есть что это получается? 58 плюс 36, 80, 90, 90, 90, 94, да, тысячи, 94 тысячи. В Афганистане за 20 лет войны, с 2001, да, когда там 9-1-1 было, и вот вывел уже при Байдене, вывел оттуда американцев, потеряли они там 2,5 тысячи человек. Не 15 тысяч человек, как Советский Союз за 10 лет в Афганистане, а 2,5 тысячи человек. То есть даже до сотни не дотягивает, ну там по Ираку, там ещё там вообще сотнями измеряются. То есть, ребята, чтоб вы поняли, а это медиазона и Би-Би-Си говорит, что 58 тысяч человек, это те, которые, жертвы, которые поимённо установлены. Но по списку там преждевременных смертей и всё остальное, они устанавливают, что на данный момент, вот на сегодняшнее число, на 5 июля, сегодня 12, они составили 5 отчёт давали. 24-го года. Потери России составляют за вот эти 2,5 года 120 тысяч человек погибших. Это только рашистов, это только рашистов, не беря тех, кого они под усы взяли и поставили в стройное мясо, пустили в ЛНР, так называемый ДНР, это я уже сказал, да? 120 сраных, вонючих, поганых русских у нас тут превратилось в чернозём. Да? То есть это, ну там они там, ошибка у них такая. От 106 тысяч до 140 наиболее вероятная цифра по вот этим вот именно подачам наследства и всё остальное. То есть там, где 58 тысяч, чтобы вы понимали разницу, там где 58 тысяч, там имя, фамилия, отчество есть, некролог, могилка, там всё, блин. Кто плюнул и насрал на эту могилку, всё это есть, да? А вот эти 120 тысяч, это просто вот это аномальное увеличение количества погибших, ну смертей, да? Которые там где-то там в ЗАГСе, блин, я не знаю, где они регистрируются этим. Чтобы, блин, там в 2020 году, допустим, столько-то помирало, ну там ковид не будем брать, в 2018 году помирало в среднем столько людей. А сейчас настолько-то больше мужчин вдруг стало больше умирать. Отчего? Грибов объелись, наверное, да? 120 сраных, вонючих тысяч поганых россиян, блин, сдохло здесь у нас, блин, за эти два с половиной года. И только не говорите, что мы тоже умираем. Я знаю, что, да, у нас погибают. И нас и контузит, и ранит, и калечит, и всё это есть. Но мы воюем именно за то, что такие вот тырки, блин, неправильные с нами заново. Как это было при Союзе, где, блин, нафиг не моргнул глазом, положили 25 миллионов народу, блин. Больше, чем все остальные страны, наверное, вместе взятые во всём мире. Просто это страна, это Москва, это, блин, Россия, когда насрать просто на людей. Вот мы воюем против того, чтобы, блин, нафиг когда-нибудь ещё не попасть под пяту вот этих вот тырков, понимаете? Вы там говорите, там Америка вам не будет, правда? Никто не сравнится с вами вурдалаками, которые бомбят, блин, охмодит детей, блин, понимаете, блин. Роддомы бомбить их целенаправленно, целенаправленно. В один день ухренять и роддом, и, блин, нафиг больницу с раковыми больными детьми. Это надо быть скосно. Но такими уже упирками вздыхайте дальше. Всячески буду этому помогать, чем уже занимаюсь. Все буду в Украине.